Накануне глава администрации города Олег Черевков встретился с представителями местного предпринимательского сообщества. В ходе встречи были обсуждены актуальные проблемы, с которыми лабытнанские предприниматели сталкиваются из года в год, и стратегия взаимоотношений частного бизнеса и органов местного самоуправления. Проблем у местного и малого среднего бизнеса столько, что их обсуждение продолжалось в течение двух с половиной часов, причем в хорошем темпе, который задал глава администрации, предложивший начать встречу прямо с вопросов предпринимателей. Последние не стали смущены отмалчиваться, вопросов у них накопилось достаточно. Это и порядок проведения торгов по муниципальному заказу, это размеры арендных платежей за помещения в муниципальных учреждениях, это предоставление земельных участков, это взаимоотношения с энергоснабжающими предприятиями и управляющими компаниями, проблемы с сдачей налоговой отчетности и еще с полсотни других. Так что отвечать на все эти вопросы сетям менеджеру помогали руководители структурных подразделений администрации, энергетики и даже банкиры. Впрочем, Олег Черевко диалогом с состоявшимся в столь напряженном режиме, похоже, остался доволен. Мы должны слышать предпринимательское сообщество в их проблемных вопросах, вовремя на них реагировать и самое главное в будущем упреждать ситуацию. То есть не работать уже по факту, а выстроить систему так, чтобы мы работали на упреждение. И тогда как бы все от общения получат взаимное удовлетворение, мы получим какое-то поступление налогово, поступление налогово в нашу доходную часть. Предприниматель получит какую-то перспективу, как вы слышали и по договорам краткосрочным, когда получит какую-то уверенность для инвестиций в свое дело. И я думаю, выгода будет обоюдна и она вполне очевидна. Действительно, есть вопросы излишне зарегулированные. Те административные барьеры, которые местная власть может снять в пределах своей компетенции, нужно снимать. Но с другой стороны, нельзя сказать, что абсолютно все лабытнанские бизнесмены белые и пушистые. И к ним ни у кого нет никаких претензий. Любовь должна быть взаимок. Я признаю за вами право. И сам в такой же шкуре, как и вы, как житель этого города, я считаю, что надо в обязательном порядке предъявлять обоснованные, повышенные требования к нашим структурам, в том числе и к административным. Но в то же время не забывайте, что мы несем такую же ответственность за то, что в нашей собственности находится. Ведь и вашими объектами пользуются люди, жители нашего города. И поверьте, мы тоже слышим очень много рекламы со стороны наших жителей. Все так, но нужно выстраивать упорядоченные, цивилизованные и гармоничные взаимоотношения власти, бизнеса и общества, выявлять в процессе общения конфликты интересов и снимать их по возможности. И это сребление тоже должно быть взаимным. И лабытнанские предприниматели это понимают. Лично я занимаюсь уже бизнесом более 15 лет, почти 20. За это время было всякое разное. От полного равнодушия до, скажем так, чуть ли не вымогательства бывало. И наболевших вопросов у любого предпринимателя скопилось очень много. И когда возникает диалог между бизнесом, пускай и малым бизнесом предпринимателями, и городом, то есть администрацией, то это вообще приветствуется. И надежда, что будут выполняться как наши просьбы, так и пожелания города от нас предпринимателей, естественно, поощряется. Еще один момент. Наш малый и средний бизнес неважно структурирован. Заметное большинство лабытнанских предпринимателей занято в сфере торговли. У нас много магазинов, причем большая их часть расположена в павильонах, которые представляют собой временное сооружение. К тому же зачастую возведенные с нарушением норм и правил застройки. Во-первых, нужно упорядочить саму процедуру строительства объектов. То есть ни для кого не секрет, что в городе довольно немного, но хватает объектов, которые строились без соответствующих разрешений. И впоследствии органы местного самоуправления в уведомительной форме ставятся перед фактом, либо вы принимаете объект, либо не знают, что делать. Хотел бы предостеречь всех участников этого процесса от подобных действий. Впредь подобные, если можно так назвать, выходки будут пресекаться в течение недели. То есть впредь правила нужно будет соблюдать, чтобы не нести необоснованных затрат. Второй приоритет. Создание таких отношений, чтобы в городе строились не столько торговые точки, их однотипных и так много, сколько сервисные центры для оказания услуг населению и какие-то промышленные объекты. Во всяком случае, в вопросах предоставления земельных участков предпочтения будут отдаваться инвесторам, которые будут переходить на территорию города с подобными проектами и создавать соответствующую инфраструктуру. Впрочем, торговли в накладе тоже не останется. В этой сфере ожидается оживление в связи с размахом жилищного строительства и вводом нового жилья. Вячеслав Голушко, Игорь Борисов, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное». Программа «Время местное»